Поехали! Ну что, всем привет! Вы поняли, о чем идет речь. Да, мы сегодня с Витей шли с прогулки и не смогли пройти мимо. Мы же рыбницы и рыбники, короче, и по гороскопу он рыба, я рыба. Ну и мы полюбляем рыбу в любом ее приготовлении. То есть вареная, жареная, тушеная, в консервочке, в ухе, как хочешь. Не могу опять со светом сработать, но ничего, я думаю, если даже чуть-чуть темно, не так страшно. Итак, мы сегодня взяли два судачка. Судачок, это, сами понимаете, какая рыба. Она немного суховата, поэтому мы ее будем тушить с вот таким большим количеством овощей. Но перед тем, как ее начать тушить, я хочу каждый кусочек отдельно слегка обжарить до корочки. Ну, чтобы она не была такой совсем вареной. Вот, и потом уже полная сковорода у меня будет овощей очень вкусных. И перчик добавлю, и лимончик добавлю, все дела. Вот, перчик и соль, конечно же. Вот, но, а теперь ее предстоит почистить. И почистке у меня всегда помогает Витечка. Спасибо ему огромное. Потому что чистить рыбу нет, в принципе, я умею и могу и все остальное. Но у него получается это намного, скажем так, ну, во-первых, у него есть время для этого, у меня вечно его мало не хватает. И у Вити есть свои приспособления для чистки рыбы. То есть он это делает аккуратно, шелуха не летит никуда и нигде. Все потом за собой убирает и вымывает, как любой хороший мастер своего дела убирает свое рабочее место. Правильно? Так и Витюшка. Спасибо ему огромное. Ну, попытаемся попробовать судака почистить вот этой вот терочкой. Здесь она хоть и не очень острая, но посмотрим. Если шелуха не будет удаляться так, как следует. Ну, тут еще и перья очень острые сейчас возьмет Витя, наверное, эти самые наши, как они, Витя, называются? Секатор. Вот, и, значит, если вдруг не получится вот этим почистить, то просто обдадим ее кипяточком. И снимем вот эту вот всю шелуху, как мешочек, чешую, да. Ну, посмотрим по ходу дела. А сейчас Витечка чистит, а мы потом с вами будем все тушить, пережаривать, готовить вкусную нашу рыбку. Ну что, мои хорошие, мы сегодня с Витей чистили рыбку вдвоем, но все-таки не удалось почистить этой самой терочкой. Кипятком Витя обдал, все это снял, короче, рыбка чистенькая, беленькая. Но самое интересное, я первую рыбу вскрываю. Когда мы ее покупали, я подумала, о, наверное, с икрой. Вскрываю рыбину, говорю, Витя, подивись, подивиться, ребята. Ребята, такая маленькая рыбка, а в ней вот такая рыбка. Вы можете себе представить? Короче, живоглот, блин. И она даже вся чешуечки, все... Короче, она только-только ее глотнула и попалась на крючок рыбаку. Вот так. Хищник, может, сеть, я не знаю, чем, кто ловит. Хищник, он и есть хищник. Вот такую рыбину сегодня мы подарим кошечкам на улице. Вот, вот такая прямо... Лена меня поймет и услышит, если будет смотреть мое видео. Они же рыбачки у меня, Юлька с Ленкой, рыбачки. Бачите, что робите? Вся рыба, которую Леночка прикармливает в желудке у этой рыбехи. Вот как. Судаки, есть судаки, хищная рыба. Итак, кошечкам ушла наша рыбка. Им будет сегодня тоже приятно покушать. Итак, ребятки, я, как всегда, делаю надрезы на рыбе, а потом своей помощницей буду распиливать косточку, чтобы она была... Ну, как больше ее оставить мне целую надо, хребетную кость. Потому что, если я буду резать ножом, могу попасть между позвонками и больше будет костей. Поэтому я делаю надрезы, вот. А уже нашими секатором буду делать именно надрез самой основной хребетной кости. Плавники все я тоже секатором удалила. Все колючечки. Потому что рыба-судак очень... Надо ее осторожно разделывать, потому что у нее прямо игольчатые вот эти вот плавники, и можно очень здорово поранить руку. Поэтому я ее разделываю очень аккуратно с помощью секатора. Ну и ради того, чтобы осталась моя кость целой, чтобы меньше было таких, знаете, осколочных, не дай бог, чтобы не пораниться. И вот теперь я хорошо раскусываю позвонок. И просто уже дорезаю до конца нашу рыбку. Везде я раскусила. Проверка не помешает. Ну, а солить я ее буду прямо на досточке. Посолю, поперчу, обваляю в мешочке с мукой, в пакетике прямо. Обжарю до румяной корочки. И будем тушить уже вместе с овощами. О, я аж выкручиваю руку. Все, а теперь вот так вот дорезаю. И кусочек получается ровненьким. Нету никаких торчащих костей. И мы будем с рыбкой сегодня. Так же поступаю со второй рыбкой. Видите, вся она красивенько смотрится. Порционные кусочки. Судак, если просто жарить, он, на мой взгляд, суховат. Сама рыба судак сухая, правда? Мало в ней жира. И поэтому... Так, ну что, вот так вот я выворачиваю кверху мяско. Чтобы красивенько мне посолить ее и поперчить. Потому что в миску не хочу ее окунать. Так как она была... Знаете как, облили ее кипяточком. Она уже такая стала рыхлая. Поэтому буду солить и перчить прямо на досточке. Вот таким образом. Так же перчик. И с другой стороны. Полежит 5-10 минут. И можно будет уже начинать жарить. Сегодня очень ветреный день. Не хочется на улицу снова выходить. Ну, есть дома дела. Дела у любой хозяйки в доме всегда найдутся. Согласны? И у меня они тоже найдутся. Вот так, ребятки. Ой. Все, рыбка солится и перчится. И дежурный пакетик с мукой. И мы будем с вами... Ну, минут 10 я и дам отдохнуть. Итак, мои хорошие. Я обжарила нашу рыбку вот до такого цвета. То есть слегка желтоватая такая. Она, конечно же, еще полуготовая. И теперь я хочу пережарить все свои овощи на сковороде. Но чуть-чуть добавлю я подсолнечного масла. А в основном, не поверите, сало. Свежая салка я порезала такими слайсиками. И обжариваю его на сковороде. Сало я добавляю для того, опять-таки для того, чтобы мой судак был как можно сочнее. В этом ему поможет сало. Обжариваю кусочки сала. И все овощи. А у меня очень много лука полукольцами. Прям так, ну, понятно, не крупно. Полукольцами порезала я лучок. И осталось только это все пережарить. Все пережарить до состояния совершенно готового. Сейчас будет сок у меня на сковороде из морковочки. Одну, короче, половинку и еще половинку. То есть, одна четвертая часть лимона. Три колечка острого красного перца. Болгарский перец. И полукружочками, такими полукольцами порезала три крупных помидора. Все. Сейчас я пережарю овощи. Потом красивенько сверху укладываю рыбку. И накрываем крышечкой. Оставляем на 5-7 минут сковороду еще включенной. То есть, чтобы она пропарилась. Кипятить долго я и тушить долго я не буду. Так как рыба почти готова. Овощи тоже будут готовы. А вот эта вот испаренька из овощей, закрытая крышечка, доведет до готовности нашу рыбку. И, конечно же, даст ей сочность. В конце я еще положу кусочек сливочного масла. Оно тоже не помешает. Лимонный сок даст особую носу для рыбы. Правда, это вкусно. Лимонный сок и рыбка. Слух уже почти коричневый. Я добавляю сюда морковь, перец, лимон и острый перец. Буквально 3-4 колечка. Нет толстенько. Потому что он очень горький. Витя пробовал, говорит, ох, ядремый. Когда морковь станет такой, знаете, слегка податливой, то есть мягкость она обретет при жарке, добавляю туда помидорки. Ну, чтобы зажарка была такой, знаете, ну, неинертной, конечно же, ее нужно посолить, поперчить. И я добавлю, здесь у меня остаточек, ну, наверное, не полная чайная ложка французской горчички. Почему нет? Пускай будет кислинка лимонная, горчинка французская. И будет обалденно. Все сейчас жарю, и я вас найду. Прожарились мои овощи, можно уже добавлять помидорки, что я и делаю. Теперь добавляем горчичку, которую я вам говорила, тут совсем буквально пол чайной ложки, наверное, ну, может, чуть-чуть больше. Все, горчичка добавлена. Посмотрите, какая цветовая гамма, ну, просто безупречно смотрится, оранжевенькая, белая, желтенькая, красная. А запах вообще неимоверный. Теперь пришло время посолить, поперчить нашу такую подушку из овощей. Можно добавить любимые ваши травки, но мне как-то не хочется, она и так красиво смотрится, вот эта поджарочка, просто безупречно. Боже, как вкусно пахнет в прожарке французская горчичка. Просто, ну, такой запах прям очень-очень необычный такой. Добавляю кусочек сливочного масла, как я вам и говорила. Ну, сейчас расплавится, даст такую сливочную нотку. Ну, так, все, теперь я берем рыбку и выкладываю аккуратненько по одному кусочку поверх нашей такой овощной подушечки красивенный, обалденный. Сейчас вся рыбка пропитается вот этими ароматами, вкусами. Сейчас надо все красивенько распределить, чтобы она лежала так вся прям в глубине, в овощах. Можно добавить немножко сливок, можно добавить чуть-чуть молока, томата, что угодно. Вот, кстати, у меня молочко есть, почему нет? Вот, сейчас граммулечку полью молочком. Вот так. Красота. И теперь я найду мою крышечку. Накрываю крышкой всю нашу красоту. Ребят, неимоверно красиво. Накрываю, убавляю температуру на 2-3 деления и через буквально 10 минут наша рыбка будет готова. Обалденная вещь, советую. Все, мои хорошие, готова наша рыбка. Вот такая вкуснятина просто. Посмотрите, какое чудо, а? Ну, хоть картину пиши. А запах! И я сейчас ее оставляю прямо в сковородочке. Она еще будет пропаренная. Посмотрите, все овощи такие аль денте. Вот именно как мы с Витей любим. Не пережарено. Вон они, видите, все целенькие. Помидоры почти целые, морковочка целыми кусочками. Короче, блюдо обалденное. Но мы просто недавно пообедали, а ужин уже готов. И поэтому я вам просто показываю все, что получилось. Вот так, ребята, пахнет просто супер. И таким образом я спасла сухого судака. Он очень сочный. Прямо вот видно так, что весь он лежит в соку. А вспомните, здесь еще у нас салка прожаренная. Короче, вот такое бомбезное блюдо. Все, мои хорошие, мы сегодня с рыбкой. А вы идите, купите рыбки и вкусно-вкусно ее приготовьте. Даже если это судак, сухая рыба, то можно из нее сделать вот такое очень-очень красивое, сочное, аппетитное блюдо. Все, всегда с вами Витя, Лена и Степан. Очень вкусная рыбка и хорошее настроение. Сухая, пресная. Ну да, в ней мало жира. И хорошее настроение на канале Погода в доме. Все, пока-пока. Подписывайтесь к нам на канал. Пишите лайки и ставьте комментарии. Все будет очень приятно увидеть, услышать. И обязательно порадоваться новым подписчикам. Все, пока-пока.